Друзья, рад вас видеть на новом видео и сегодня мы пытаемся разобраться, что же такое Pantone, откуда берется цвет сезона и какие кроссовки будут актуальны в этом году. Приятного просмотра! Так что же такое Pantone? Это организация, которая занимается стандартизацией цветов. К сожалению, вы говорите слово не по слогам, поэтому только так. Так вот, у каждой величины есть свое измерение. Если это дистанция, то она измеряется в метрах. Если это, условно, там, время, то она измеряется в чем? Правильно, в часах, минутах. Так вот, Pantone занимается тем, что каждому цвету дает свой уникальный номер, чтобы намного проще было ориентироваться и не тыкаться вот в эту палитру и выбирать какой-то синий, а точно знать, какой именно этот цвет есть. Что он еще делает? Он в ходе, так скажем, общения с различными организациями, там, компаниями, просто дизайнерами, совсем просто в ходе общения пытается, так скажем, выявить тренд, именно цветовой тренд на предстоящий сезон. Если в прошлом году это был коралловый цвет и Apple подхватил эту тематику и начала штамповать коралловые айфоны, XR, если вы знаете, конечно же, также Raph Simmons использовал коралловые цвета очень много, Adidas тоже очень много брал это на, скажем, на вооружение. Вот, и на 2020 год цвет сезона стал синий и в связи с этим мы вместе для вас подготовили 5 пар кроссовок, которые в синем исполнении выглядят просто великолепно, чтобы вы в 2020 году выглядели максимально стильно. Погнали! И первая пара будет, конечно же, не всем по карману, но я не смог ее не включить в этот список, потому что выглядит она максимально круто. Это первая Джордана в коллаборации с Fragment, это бренд уличной одежды, японский, очень дорогой, соответственно, и пара вышла, так скажем, недешевый. Порядка 3000 долларов стоит на данный момент эта пара, и, конечно же, не всем по карману, но такие звезды, как, условно, Федор Смолов гоняют в них, причем получают от этого максимальное удовольствие, и я очень рад. Что наши звезды шоу-бизнеса ходят не только в Балинсягах и Гуччи, а шарят за крутые кроссы и носят реально достойные пары. Это был первый вариант в синем исполнении, который, к сожалению, не всем по карману. А теперь мы переходим к более бюджетным вариантам, которые будут по карману даже тебе. Вторая пара, как я и говорил, будет более бюджетная, это Nike Vamera 5, выглядят они максимально круто, особенно в синем и зеленом исполнении, остальные не такие более скучные, это черный и серый. Так вот, синий и зеленый выглядят максимально просто бомбически и будут актуальны в 2020 году, плюс еще по очень крутой цене, потому что они попали в дисконты, потому что люди почему-то их не поняли, возможно. Когда я на них посмотрел, я влюбился, я их себе очень хотел, но это было для меня, так скажем, уже лишнее, было очень много летней обуви. К моему большому сожалению, Adidas не выпустил еще интересных решений в синем исполнении, но я надеюсь, что они подхватят тренд и выпустят на сезон 2020 года тоже что-то крутое. Пока только это скейтовые кроссы, ну как, это были раньше скейтовые кроссы, а сейчас это просто обувь на каждый день. На бусте это кеды 3MC в синем исполнении. Цвет довольно-таки приятный, плюс это буст и классический силуэт. Если вы любите классику, если вы любите Adidas и любите крутые технологии, мягкую подошву, то этот вариант для вас, для любителей классики. Я не смог пройти мимо японцев, это Asics, про них я рассказывал очень мало, хотя хотелось бы больше, но интересных пар именно на каждый день очень мало, там в основном все спортивное. У меня как бы канал не про спорт. Так вот, это Asics гель Каяна 5 360, которая стоит на гелевой подушке, большой, прям на всю стопу. Очень мягкая, максимально комфортная пара. В замшевом исполнении выглядит довольно-таки стильно, это на каждый день, но спортивные силуэты на каждый день очень мягкие, очень комфортные. Поэтому если вы любите Asics и вам нравятся именно такие материалы типа замши, пожалуйста, налетайте. И как неудивительно, следующая пара тоже у нас идут от Nike и коллаборация опять-таки с японцами. Это пара Daybreak 10 совместно с Undercover, опять-таки в синем исполнении. Я не знаю, почему Nike столько синих пар выпускает, мне кажется, они просто шарят за тренды и хотят быть свежими, так скажем, в 2020 году, хотя моделька вышла уже в 2019. Что вне особенного? Это просто тупо классика с некими, так скажем, доработками в пятейшней части. Ну что говорить, типа Undercover, они делают вещи, поэтому в коллаборации с Nike все это выглядит стильно, хоть и не совсем уместно, мне кажется, вот эта штучка на классике, но... Да не, нормально выглядит, мне нравится, я бы взял, если мне подарили. Все, ребят, на этом пятерка крутых кроссовок окончена, но я очень расстроен, что нет в этом списке нормальных пар от Adidas. Ну что поделать, ждем, ждем камбэка от Adidas. Спасибо за просмотр, ребят.